У вас и есть два момента, которые вы пишете в своем дополнении к вопросу. Первый момент это, как я понял, дети, которых отец дергает. И второй момент это то, что вам очень тяжело видеть своего мужа с новой женщиной, с другой женщиной, вам это непереглашимо. Что касается детей, то здесь, наверное, нужно сказать так, что для детей это облегчение. Потому что напряжение, которое было между вами и вашим мужем в последнее время, оно стало, оно стало меньше, оно уже не так активно. И дети переживают, да, переживают по поводу того, что их отец ушел, но это уже не напряжение, это уже исход, это уже результат. И вам очень важно до своих детей, если вы заинтересованы в том, чтобы у них все было хорошо в дальнейшей жизни, вам очень важно до своих детей донести такую, ну, если честно, достаточно простую истину о том, что их отец, что их отец, он их любит на самом деле, он правда их любит. Но он, он не с ними потому, что в данный момент у него сложилась такая ситуация, которая не позволяет ему видеться с ними. И это не их вина, это так сложилась жизнь у вашего мужа, у их отца. То есть важно детям донести главное, что они не виноваты в том, что вот такая ситуация случилась. Это не их вина, это не их проблема, это проблемы их отца. Но любовь отца с ним меньше от того, что он не с ними не стал. И яркое подтверждение тому, что он их по пленяму любит, это передача сладостей. То есть вот как вы говорите, что он передает только сладости им, это говорит о том, что отцу на своих детей не наплевать, ему не все равно, ему они по-прежнему важны. И заметьте, что другая женщина, его женщина, она тоже ушла из своей семьи. Она также оставила детей. Почему? Потому что она понимает, что нельзя совместить роль родителя и роль супруга для другого родителя. Это две роли, которые, да, могут соприкасаться, могут пересекаться друг с другом, но это роли все же разные. И вам от этого понятия, понятия, что отец обязательно ваших детей должен быть с вами, нужно отказаться. Почему? Почему? Потому что его, его желание быть другой женщиной, оно родилось не сейчас. Вот вы говорите, он уже лет шесть, как Люми другую женщину. То есть, это произошло уже достаточно давно. И у вас определенно с мужем отношения достаточно долго, достаточно давно в кризисе. Поэтому вам здесь нужно, вот уже для себя, отойти просто от этого понятия, что отец детей должен всегда обязательно быть рядом со своей, ну как бы со своей женой, да, в натуре детей. Это, конечно, это, конечно, очень правильно. Так должно быть в идеале. Но так учителя бывает не всегда. А то, что он с другой женщиной, это результат, следствие определенного кризиса ваших отношений. И для начала, чтобы, вот вы говорите, что тяжело видят их каждый день в мире, чтобы не было тяжело, вам нужно последовательно разбирать то, почему все пришло именно вот в таком исходе. Что опосредовало, обусловило такое положение вещей? Ведь он, ваш муж, жил с вами как сосед, не просто так. У вас были какие-то проблемы. Вот эти проблемы вам нужно хотя бы самой осознать. И, может быть, если вы их осознаете, поймете, почему ваш муж так себя вел, вы сможете, или лучше сказать, вы получите реальную возможность изменить к нему свое отношение, немножечко по-другому воспринимать. Может быть, понять, что ему не хватало, чего ему не хватало от вас. Что он жил с вами как сосед и влюбился в другую женщину. Ведь другая женщина что-то такое ему давала, то, что не давали ему вы. Это нужно понять. Дальше. Вам также следует, вот это первый момент, да, проработать причины, избавиться от обиды, отойти от обиды. Второй момент, когда и если вы сможете отойти от обиды, вам будет немного легче, и вы сможете с мужчиной, раз вы видите его каждый день, общаться. Все-таки вы не чужие люди, а какие-то общие моменты вас еще связывают. И это значит, что вам нужно поддерживать с ним связь. И вот лучше будет, если вы сможете эту связь поддерживать максимально актив, максимально положительно, максимально правильно и максимально цивилизованно. Тогда у вас будет реальная возможность своего мужчину может быть вернуть, если вы дадите ему понять, что вы отдаете себе отсчет в том, что он чувствует, что он хочет, что ему нужно, чем он нуждается и так далее. Это тоже очень важный момент. Дальше. Почему вам тяжело его видеться? 6 лет вы жили как соседи. За 6 лет у вас сложились, ну, определенно не самые теплые отношения, потому что вы говорили, что вы не спите и не общаетесь, то есть не спите вместе, я так понимаю, и не общаетесь, ну, нет у вас какого-то диалога и обмена информацией. Значит, по сути, вы уже 6 лет проживаете без как другого мужа, без как другого мужчины рядом. Это значит, что, знаете, за 6 лет вы привыкли, все же не могли не привыкнуть к такому образу жизни, но теперь, когда он ушел, теперь, когда он стал жить другой женщиной, вы что-то потеряли. Вы лишились с чего-то. Понимаете, если вы жили надеждой на то, что отношения ваши сами собой образуются, сами собой станут лучше, то это, мягко говоря, иллюзия, потому что в действительности ничего такого быть не может. А отношения сами по себе лучше не станут. Вам нужно работать, и вообще людям нужно работать, для того, чтобы отношения были хорошими. Вы же 6 лет жили как соседи, не общались, не спали вместе, и, как я понял, с вашей стороны не было как таковых попыток поговорить. По крайней мере, вы не пишете об этом, а помните, что вы пытались с ним поговорить. Вы пытались как-то наладить вот какую-то связь. Значит, если вы теряете надежду в плане того, что мужчина будет помогать вам детей обеспечивать, то, ну, вы писали в своем предыдущем вопросе, точнее, вот, в первой части вопроса вы писали, что опасаетесь, что не сможете поднять детей. Так вот, в этом случае вам нужно отдавать себе отчет в том, что ваш муж, он, он обязан платить алименты. Это то, что ему прям по закону положено делать. И вам нужно за это бороться, чтобы он не бросил ваших детей материально. За этим, пожалуйста, к адвокатам и юристам они вас проконсультируют более подробно. Если вы теряете, вот, с уходом мужа, теряете что-то на уровне эмоционально-чувственного аспекта, то с этим тоже нужно разбираться. Вероятно, у вас есть определенная зависимость от мужа. Вероятно, есть страх, что вы больше никого не встретите, с ними не найдете, никто не захочет с вами быть и так далее. И, может быть, есть страх остаться одной. В этом случае нужно бороться с неуверенностью, нужно работать с ней, нужно повышать свою уверенность, нужно работать над вашим образом женского поведения, над вашим поведением в принципе. Чтобы вы понимали, что в 33 года, значит, если вас бросает муж, уходит другой, это не конец жизни, это ее, так сказать, знаете, самая-самая такая зрелая середина. То есть, выбор осветит сил. И нужно этим пользоваться. Дети не пометны в построении новых отношений. Как я уже сказал, нужно разграничивать роль родителя и роль супруги или роль личного постера. Вам вот это нужно для себя понять. Самое главное, вот это вам для себя понять. Разграничение роли, роли супруги, роли женщины для своего мужчины и роли родителей. И ваши дети, они уже достаточно взрослые. То есть, как я понял, это уже подростки, которые, в принципе, отдают себе отчет, как вообще обстоят дела. И вам с ними в этой ситуации нужно быть честным. Вам нужно быть именно честным с ними. То есть, ничего от них не скрывать. Ничего от них не вытаивать. Рассказать все так, как есть. Как есть на самом деле. Только не прибирать и не приукрашивать. То есть, говорить все то, что есть на самом деле. Потому что подростки, ну вот, в возрасте ваших детей, очень легко потерять доверие. Если вы к своим детям потеряете доверие, вам будет очень тяжело. Вам будет тяжело еще и с ними выстраивать отношения. Вот, в принципе, в таком направлении вам нужно двигаться. То есть, ответ на ваш вопрос, как пережить это все, как бы это все пережить, раскрывается через ряд направлений, которым вам нужно следовать. Если вы действительно хотите все это перечислить. Пока у вас вот эта вот обиду, неприятие того, что происходит. Пока вы пытаетесь сознательно вернуть все, как было раньше. Пока вы не реагируете адекватно на изменения обстоятельств вашей жизни. Вы впадаете в некое тревожное состояние, которое и не позволяет вам адекватно воспринимать то, что происходит. То есть, нужно здесь для начала понять, что если условия жизни не изменились, то и вам нужно меняться так же. Если вы этого не сделали, то нет шансов, что вы сможете это пережить. Пережить можно только тогда, когда вы так же поменяетесь, как и обстоятельства вокруг вас. Это правильно. Вот то, что вы хотите пережить. И нормально, что у вас нет средств для того, чтобы самостоятельно это сделать. Эти средства в данном случае даю вам я. Дают вам другие эксперты, которые отвечают на ваш вопрос. Но, понимаете, одно дело, когда вы спрашиваете, как вам поступить, мы вам говорим. Это было в первой части вашего вопроса. Прошло какое-то время. И тут не скажем, сколько, потому что, в принципе, у вас... А, вот я посмотрел здесь, я отвечал на ваш вопрос 24.02.18. То есть, это было 24 февраля. Свой вопрос вы задавали 24 февраля. А, 24 февраля. То есть, прошло уже почти полгода с того момента, как вы задали свой вопрос. На этот вопрос, что интересно, вы не выбрали лучшего эксперта. Вы, судя по всему, не прислушались к совету ни одного человека, который вам дал какие-то рекомендации. Получается, вы просто ждали, ничего не делали все это время, пока 10 дней назад муж не переехал в другой жизни. Возникает вопрос тогда. Вы задавали свой первый запрос и, по сути, нет никакой от вас обратной связи, что нет никаких подтверждений, что вы приняли какие-то рекомендации, что вы выделили какие-то рекомендации и так далее. А, соответственно, возникает вопрос к вам у меня. А для чего вы спрашиваете? Для чего вы спрашиваете нас в первый раз, как поступить? Теперь вы спрашиваете, как пережить. Если на первый свой вопрос, на первую часть вопроса, вы ответы экспертов никак не выделили. Скажите, вы готовы работать, реально работать над собой, реально что-то осознавать, понимать для себя новое, менять что-то в себе, чтобы двигаться дальше в своей успешной жизни? Если да, то вам нужно выбрать эксперта, того, который вам понравился, и с ним проработать все моменты, которые я, в принципе, вам написал. То есть все направления, которые я сказал, вы можете просто эксперты дать такой запрос, что вот мне нужно поработать в том-то, в том-то, в том-то направлении, и все. И вам человек поможет. Вам человек поможет лучше понимать себя, в первую очередь. Вот, в принципе, и все, что вам можно сказать. Если на первую часть вашего вопроса еще можно было как-то ответить, то есть в формате ответ вопрос вам помочь, то на вторую часть вопроса в формате ответ вопрос помочь вам представляется маловероятно. То есть только в случае, если у вас есть у самой есть достаточная сила и воля для того, чтобы над тобой работать, для того, чтобы как-то вот менять в себе что-то. Если вы готовы сами себя менять, то те направления, которые я вам предложил, они вам, безусловно, помогут. Но если у вас средств нет, то для того, чтобы наладить свою жизнь, вам нужно будет работать со специалистом и работать не один раз. Потому что вы с мужем жили, у вас была одна травмирующая ситуация, когда он полюбил другую женщину и, любя ее, жил с вами. И теперь у вас еще одна травмирующая ситуация, когда мужчина ушел жить к ней. Но вместе с этим нет ощущения, что вы готовы вот что-то сами делать. Почему нет этого ощущения? Потому что, как я уже сказал, вы задали свой вопрос почти полгода назад. И за эти полгода вы никак не дали понять, что вот, например, какой-то ответ вам понравился. То есть вы не сделали выбор. Вы не сделали выбор хотя бы даже в том, чтобы отметить ответ эксперта, сделать его лучше. Это значит, что вы не сделали выбор из моей жизни. Хотя бы на уровне абстрактном, на уровне мыслей, на уровне сознания. Вы не сделали выбор. Без принятия выбора, без какого-либо решения, без какого-либо плана и без следования этому плану, без следования стратегии. Вы не измените свою жизнь и не переживете никак то, что с вами сейчас происходит. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши дети были счастливы, чтобы вы сами были счастливы, то, пожалуйста, постарайтесь понять, что я вам говорю. Постарайтесь понять, что вам нужно вот двигаться в этих направлениях либо самостоятельно, либо с помощью специалиста. И нужно начинать двигаться. Нужно начинать двигаться. Нужно начинать что-то делать. Тогда и, ну, видите, переживаться. Это не дело одного дня пережить такое. Это не дело даже одной недели. Но это можно пережить. Можно пережить. А это вполне реально. Главное, чтобы у вас было желание. И я рекомендую вам начать процесс переживания с того, чтобы изменить отношение к вашему мужу. То есть, вам сейчас тяжело их видеть вместе. А вы просто вот, если есть возможность написать мужу, напишите. Если вы их видите, то пройдите и скажите. «Привет! Как у тебя дела? Как ты поживаешь? Все ли у тебя хорошо?» То есть, просто с ним пообщайтесь. Пообщайтесь здесь претензий. Без каких-то намеков. Без требований. Без руганий. Без агрессии. Без негатива. Понимаете? Это отец ваших детей. И какими бы у вас с ним не были отношения, отец этот будет в вашей жизни появляться. Хотя бы потому, что у него есть дети и он с этими детьми, наверное, захочет общаться. Не сейчас, сейчас ему пока тяжело, ему может быть некомфортно, может быть стыдно с ними видеться, но он по-любому захочет с ними быть, потому что он с вами жил в течение 6 лет, жил как сосед ради детей. То есть дети для него не на последнем месте. Это нужно учитывать. И если отец ваших детей будет в вашей жизни всегда, все время, то лучше будет, если вы с ним сохраните как можно более лучшие, дружеские, понимающие отношения. Это лучше не только для него, но и для вас. Для вашего душевного спокойствия. Для вашего комфорта. И для того, чтобы, если вы окажетесь в критической ситуации, чтобы вы могли нормально, естественно, отразиться ему за помощью, чтобы он вам помогал. Если вы будете с ним в конфликте, то вероятность того, что он поможет вам, если вы будете нуждаться в этом, очень мало. И параллельно с этим вам нужно выстраивать свою личную жизнь. Параллельно с этим вам нужно вспомнить, что вы женщина. Женщина именно в узком смысле этого слова. И раскрывать себя как женщину. А вот это уже работа. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Знаю Convention